Прочитаем изучать 1 Тимофею. Мы в 4 главе. В прошлый раз первые 8 стихов мы успели разобрать. С 9 стиха прочитаем до конца. И потом тоже будем по каждому стиху какие-то делать комментарии и выводы. И 1 Тимофею, 4 глава, с 9 по 16 стихи сегодня. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верно. Проповедуй сие и учи, никто да не пренебрегает юностью Твоей. Проповеду, я тебе не рассказал. 1 Тимофею, 4 глава, с 9 по 16 стихи. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не не ради пребывающим к тебе дарования, которое тебе дано по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Продолжение. Мы условно разбили это на две части главу. Вроде как, ну, какой-то логический вывод сделали к первой части, но, по сути, вторая часть – это продолжение этой же темы. И там, просто напомню контекст, чтобы мы потом быстро перескочили и на вторую часть. Предупреждение от апостола Павла звучит, что будет отступление от веры, появятся некие учения бесовские, и люди будут внимать Духом Обольстителем и учением бесовским, и отступят от веры. И через кого эти учения будут распространяться? Через лжесловесников, сожженных в совести своей. И некоторые признаки этих лжеучений апостол Павел уже описывает запрещение вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть, какие-то ограничения в отношении брака, в отношении еды. Всегда надо прислушиваться и проверять некоторые вещи, потому что запрет вступать в брак не библейский. Нет библейского учения, которое запрещает вступать в брак. Наоборот, Бог благословляет брак. И пища тоже есть определенные, очень мало ограничений. В Новом Завете, в Ветхом Завете их было больше для Израиля. В Новом Завете сведено к минимуму. Вот все остальное Бог, все, что Бог сотворил, Павел говорит, хорошо. И ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Потому что освящается Словом Божьим и молитвой. И Павел говорит, Тимофей, что внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. То есть, очень важно вот эти истины, вроде бы простые истины, но очень важно с ними делиться, внушать это братьям, внушать это верующим. И именно будучи служителем, ты сам должен питаться словами веры и добрым учением, которому ты последовал. То есть, есть слово веры, есть учение, которое нам дано как питание. И нам самим нужно этим питаться, чтобы самим быть здоровым духовно и другим помогать стоять в истине и придерживаться здравого учения. И вот здесь, в восьмом стихе он говорит, телесные упражнения мало полезны, благочестие, но все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Если коснуться вот этой темы, да, благочестие, хороший вопрос, брат Стас задавал. По сути, вот если вы обратите внимание, проследите даже в послании, вот в первом послании к Тимофею, я насчитал, по-моему, 11 раз встречается слово благочестие, ну или глагольная форма благочестие, благочестивый или глагол, или эпитет, ну корень благочестия, да, с корнем благочестия, встречается почти в каждой главе и даже по нескольку раз. Даже в этой вот, в четвертой главе будет несколько раз встречаться это слово. И, например, во второй главе мы читали, чтобы нам проводить жизнь тихо, безмятежно, во всяком благочестии и чистоте, да, благочестие. Несколько, короче, девять раз встречается это слово в первом послании к Тимофею. И он говорит, что благочестие на все полезно. И вот не всегда, не всегда может быть понятно, что такое благочестие, вот может сегодня мы этого коснемся, потому что, в принципе, в послании к Тимофею есть еще такое даже выражение, учение о благочестии. Это в шестой главе, вот посмотрите, в шестой главе, сейчас скажу, в каком стихе, в третьем стихе. Тоже он там говорит о некоторых заблуждениях. Говорит, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопрениям, от которых происходит зависть, распри, зловечие, лукавые подозрения. Вот он даже употребляет выражение учения о благочестии, хотя в греческом тексте там не совсем оно так правильно было бы перевести. В греческом тексте «катевсевия веваскалия», ну то есть учение согласно благочестию, или можно сказать «учение на основе благочестия», «учение согласованное с благочестием», как-то так вот. Или «ката», «ката эвсевия», ну вот когда мы говорим «кататуному», да, то есть согласно закону, да, или, ну, подобные выражения, то есть это учение согласно благочестию, да. И вот «благочестие» слово «эвсевия» по-гречески, и во многих словарях, во многих толкованиях это слово чаще всего переводится как «богопочитание», «страх Божий», «благоговение». То есть в основном чаще всего это слово относится к Богу, почтительное отношение, благочестие, да, то есть благая честь, ты перед Богом стараешься хранить добрую честь, да, благочестие. Вот, но это ещё и относится иногда по отношению к людям. Даже вот в послании, в первом послании к Тимофею, например, есть в пятой главе четвёртый стих. Смотрите, здесь говорится там о вдовицах, да, если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Вот тут, смотрите, слово «пусть учатся почитать свою семью», да, слово «почитать» здесь тоже «эвсевия», то же самое слово потребляется. То есть почитать – это значит уважать и тоже быть честным, да, по отношению к своей семье, то есть хранить добрую честь, да, иметь добрую честь по отношению к семье. Ну, в данном случае дети или внуки должны брать на себя заботу о вдовах, да, если у них есть вдовы, то, ну, вдова в какой-то семье есть, соответственно, семья – это дети, внуки должны брать на себя заботу об этой вдове. И вот здесь слово «почитать» тоже «эвсевия», корень тот же самый. Поэтому можем просто перевести, как бы, выражение, да, благочестия. Благочестие – это в первую очередь относится к почитанию Бога, почтению Бога, страх Божий, благоговение перед Богом, то есть очень уважительное отношение к Богу и состояние доброй чести перед Богом. То есть ты заботишься о том, чтобы иметь добрую честь перед Богом, благочестие. И в некоторых случаях это может быть уважительное отношение и к людям в том числе. Вот и здесь, когда Павел говорит в 8 стихе, что телесное упражнение мало полезно, ну, тут можно говорить и о телесном упражнении даже в плане гимнастики, да, спорта, там. Ну, на самом деле, хорошо, ничего плохого нету в занятии спортом. Это нормально, держать себя, как бы, да, в тонусе и здоровое тело поддерживать нормально. Ну, любые перегибы, они нездоровые, да, они обычно нехорошо заканчиваются. И даже по большому счету, если в общем брать, в плане вечности, ну, что тебе даст здоровое тело, когда ты уже будешь с Богом? Там у нас у всех, и у больных, и у старых уже будут новые тела, которые не болеют, не стареют, не болят, не кряхтят. То есть, даже если есть какая-то польза от физических упражнений, да, она здесь, пока мы здесь, на земле, она польза есть. Ну, Павел говорит, мало полезно. А благочестие на всё полезно. Вот в этом смысле, как ещё поразмышлять немножко, и потом продолжим именно сегодняшний отрывок. Благочестие, вот именно богопочитание, да, богопочитание, нас какое, почему Павел говорит, что оно на всё полезно, имея обетование и нынешней жизни, да, и настоящей жизни, и будущей. То есть, получается, Павел утверждает, что если мы научимся благочестию, если мы будем практиковать, да, лучше так сказать, если мы практикуем благочестие, то благочестие нам будет на пользу и в этой жизни, и в будущем. Вот мне нравится именно определение благочестия, как богопочитание. Богопочитание. И для меня, например, богопочитание связано с поклонением опять же. В воскресенье мы говорили, да, опять вспоминали, вот, корни наши, да, корни, нижнюю часть айсберга, помните? Мы вспоминали. Помните или не помните? Помните. Вот есть, у дерева есть корни мелкие, есть крупные, да, вот, один из самых крупных корней, я считаю, что это поклонение. Вот поклонение – это выражение нашего богопочитания, правильно? Смотрите, выражение богопочитания. Богопочитание, да, или благочестие, эвсевия, да, то, что имеется в виду под словом эвсевия, богопочитание. Благопочитание – это глубокое почтение, глубокое уважение, страх Божий, благоговение перед Богом. Когда мы его больше всего выражаем? Вот когда мы больше всего его выражаем? Именно, я думаю, это именно в поклонении. В поклонении. И даже не так, может быть, в общем поклонении, когда мы в церкви собираемся, как в личном поклонении. Молитва, молитва, молитва тоже, молитва может быть частью поклонения. То есть это трудно как бы там разделить уже. В поклонении, что мы делаем? Мы молимся, мы можем петь, мы можем плакать, мы можем там смеяться, рыдать, не знаю, переживать разные эмоции, переживать именно близость Бога, присутствие Бога. и именно выражать почитание, да? То есть ты можешь признаваться Богу в любви, ты можешь прославлять Его, возвеличивать Его, хвалить Его, плакать перед Ним, я же говорю, просто изливать свое сердце перед Ним. Вот это, то есть ты, богопочитание, это когда ты просто вот себя видишь перед Богом полностью зависимым от Него. Ну вот не зря, допустим, поклонение почему-то и как-то ассоциируется с поклонением, да? С преклонением, именно с позиции как бы смирения, да? С позиции как бы ты унижаешь себя. Ну не в том смысле, что там ты умышленно себя там обзываешь там негодяем каким-то там и так далее. Но ты признаешь величие Божье настолько, что ты осознаешь, что ты без Него, да? Ты ничто вообще. Ты без Него никто. Что Он настолько для тебя ценен, Он настолько для тебя важен, что ты без Него просто не можешь существовать. Мы попозже, вы себе заметки делаете, да? Я буду попозже, чтобы не затягивать запись, мы попозже лучше вопросы разберем отдельно. Я хотел немножко напомнить, что Благочестие, беспрекословно, не как Благочестие Тайна, Христос и Иисусова Плотча. Да. В Тимахе 3.16. А Колоссянам 1.25.27 говорится, что Тайна, которая есть Христос в вас, Умывание, Слава. Да. То есть Тайна, это Христос, Тайна благочестия, Христос в нас. Тайна благочестия, есть такое выражение, да? Где-то Тайна благочестия также. Вот эта Тайна благочестия, это действительность Христос. Христос в нас. Посмотрите, вот истинное благочестие. Почему Павел употребляет где-то тоже фразу истинное благочестие. Истинное благочестие, то есть, То есть оно не может быть без понимания вот этой тайны Христа, вот тайны воплощения Христа. Действительно, вот в прошлой главе, в третьей главе, в 16 стихе, он говорит беспрекословно великое благочестие тайна. То есть есть тайна благочестия, вот или сущность благочестия, которую раньше в Ветхом Завете не до конца эту тайну понимали. Они почитали Бога, они что-то знали о Боге, было какое-то откровение, но оно было очень ограничено. Очень ограничено. Вот то, как Бог открывается в Ветхом Завете, очень мало вообще открывает Бога. Даже, ну просто Бог, скорее всего, просто не потому, что Он не мог открыть себя больше, а потому, что люди не способны были на тот момент принять откровение. Потому что любое откровение, чтобы человеку принять, нужно быть готовым принять. Вот посмотрите, даже откровение о том, что Иисус Христос Божий Сын, Он Спаситель, у вас оно есть, да, вот у верующих, уже есть оно. Вы расскажете сто раз, повторите эту фразу неверующему, это для них ничего не будет откровения, того, что вы им скажете несколько раз, тысячу раз повторите. Оно не придет как откровение. То есть человек должен пройти определенные какие-то стадии, чтобы быть готовым принять это откровение. То же самое и вообще вот как бы в процессе, ну можно так, в духовной эволюции, да, Бог давал постепенно откровение о себе. И в Ветхом Завете не было полного откровения о Боге. Помните, есть такая фраза, Иоанн, Евангелие от Ана, он говорит, ибо Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, Сущий вне триотчим, Он явил. Смотрите, то есть вот до того, как Христос явил, никто не видел Бога, и никто не мог его по-настоящему описать. Вот то, что были какие-то очень крупицы, такие мелкие откровения, и вот почему мы иногда удивляемся, люди, уже современные люди говорят, когда читаешь Ветхий Завет, кажется, что это один Бог. Когда читаешь Новый Завет, это вроде как другой Бог. Что Бог поменялся? Нет, конечно. Откровение поменялось. Откровение пришло больше. То есть в Ветхом Завете откровение было очень ограничено о Боге. И когда читаешь Ветхий Завет, ну такое иногда впечатление, Бог такой жестокий. Бог такой, там, сердитый на всех. Бог жаждет крови все время, да. То есть вот такое, а разве это так? Это не так. Христос открыл, что Бог есть любовь. Иоанн говорит, Бог есть любовь. Он не говорит, что Бог стал любовью. В Ветхом Завете он не был любовью, да. А в Новом Завете Бог стал любовью. Нет, он говорит, Бог есть любовь. Это его природа. Просто вот то ограниченное откровение, которое было в Ветхом Завете, оно такое вот искаженное немножко нам впечатление дает о Боге. Но помните, Павел называет, он говорит, то, что в Ветхом Завете это было как тень будущего, да. Тень. Закон, имея тень будущих благ, а не сущность вещей. То есть то, что было в Ветхом Завете, это было тенью. И он говорит, там, и праздники, и субботы, и новомесячи, и пища, и питье. Он говорит, это только тень будущего. Тело же во Христе. Тело во Христе. То есть сущность это сам Христос. И вот Христос, Он открыл нам. Христос открыл нам Отца по-настоящему. Аминь. Христос говорит, кто видел Меня, тот видел Отца Моего, да. Вот это заявить, это серьезно такое заявить. Ни один из пророков так никогда не решался сказать такое. Величайшие пророки, Моисей, который вроде бы лицом к лицу общался с Богом, он не мог так сказать. Видевший Меня, видел Отца. И Моисей передал откровение от Бога. Но смотрите, иногда и Моисей чудил. И вот то, что даже из-за чего Моисей не вошел в землю обетованную, потому что он не явил, как должность святости моей, да. Помните, Бог ему объяснил, почему ты не войдешь. Потому что ты не явил святости моей. То ты не смог передать вот эту святость. То есть, еще раз. Почему Павел сводит тайна благочестия, сводит с воплощением Христа? А потому что ты не поймешь, не поймешь, как правильно почитать Бога, если ты не познаешь Христа. Ты не сможешь почитать Бога правильно, не зная Христа. Иудеи, которые до сих пор не приняли Христа как Мессию, они вроде бы думают, что они чтут Бога по закону еще, да. На самом деле, это не богопочитание, это не есть благочестие. Вот истинное благочестие в том, что Христос пришел воплоти, Бог явился воплоти. Вот он, Христос. То есть, если ты не почтишь сына, ты не почтишь отца. То есть, богопочитание, Евсевия, да, Евсевия, благочестие, богопочитание. Если ты не почтишь сына, воплощенного Бога, то ты не почтишь отца. Ну, мусульмане говорят, что они вроде бы тому же Богу поклоняются. Но на самом деле нет. Это не то. Не то. Не то благочестие. Да, в благочестие еще включает в себя, ну, и практическое, да, и поведение, чистое, непорочное перед Богом. То есть, благочестие, благая честь. Ты перед Богом сохраняешь добрую честь. И именно вот это благочестие, оно полезно, как Павел говорит, имея обетование жизни настоящей и будущей. Смотрите, благочесть, опять же, в плане богопочитания. Когда ты своим приоритетом сделал почтение Бога, поклонение к Богу, общение с Богом, по сути, что ты делаешь? То, что Христос сказал, ищите прежде Царство Божие, да, остальное все приложится вам. Вот оно, обетование жизни настоящей. То есть, пока ты поклоняешься Богу, пока ты чтишь Бога, Бог позаботится о тебе. Все остальное приложится, да. Но еще и есть же обетование жизни будущего. То есть, истинные поклонники, истинные благочестивые, благочестивые, да, те, кто благочестив и почитает Бога, те, в конце концов, и в вечности будут иметь общение с Ним и будут наслаждаться наследием в Царстве Божьем. И Павел говорит, слово сие верное, и всякого принятия достойно. Вот, кстати, еще благочестие, вот упражняй себя в благочестии, да, упражняй себя. Именно, видишь, получается, ты, ты можешь, ты можешь это контролировать, ты можешь, как бы, этим, ну, управлять. Ты упражняй себя в благочестии. То есть, ты находи время, чтобы поклониться Богу, чтобы помолиться, чтобы поразмышлять о слове, да, чтобы, ну, провести с ним время. Это тебе надо делать. Точно так, упражнение, да, ты, ты должен выделить для этого время, ты должен найти для этого место, да. Или ты идешь в спортзал, или у тебя там дома есть уголок для спорта. То есть, ты упражняешься. И он говорит, слово сие верное, и всякого принятия достойно. Кстати, вот это выражение, слово сие верное, оно, по идее, там, «истосо логус» по-гречески, верно слово. Ну, оно уже встречается несколько раз даже в одном этом послании. Третья глава начинается так, верно слово. То есть, когда Павел пытается, вот опять же, придать значение, да, или, ну, важность своим словам, он, как бы, использует вот этот оборот. Верно слово, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, по наше не терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верно. Спасибо. Шкарчики. Шкарчики. Спасибо. Спасибо. Он говорит, вот, когда мы настроены на богопочитание, на благочестие, да, ради этого мы и трудимся, и ради этого поношения терпим, потому что уповаем на Бога Живого, Который Спаситель всех человеков, а наипаче верно. То есть, когда ты понимаешь, что, ну, единственный, от кого зависит вообще твоя жизнь, твоя судьба, это Бог, то, как бы, все остальное отходит на второй план, и ты уже готов. Ради главного, ради того, чтобы быть с Богом, ты готов и трудиться, и поношения терпеть, потому что уповаешься на Бога Живого. И смотрите, здесь вот интересно, Павел называет Бога Спаситель всех человеков, а наипаче верно. Некоторые делают из этого учения универсализма, да, слышали такое учение, универсализм? Ну, вот хватает вот эту фразу, что Бог Спаситель всех человеков. Ну, и типа, значит, все спасутся, да? Как бы, вот, написано же, Бог Спаситель всех человеков. Универсализм, да, то есть, спасение для всех. А наипаче верно, ну, как бы, получается, верно это первый сорт спасенный, да? А неверные все равно спасутся, но второго сорта будет спасен. Но здесь, опять же, важно понимать, спасение, спасение, здесь не говорится о спасении для вечности, а спаситель всех человеков, спасителем иногда просто называли благодетелем, тот, который обеспечивает. Уже это спаситель. Если кто-то кого-то обеспечивает, значит, тот, кто обеспечивает, называется спасителем. А помните, Христос говорил, будьте совершенны, потому что Отец вас совершен, ибо Он повелевает солнцу сходить над добрыми и над злыми, посылает дождь на праведных и на неправедных, да? То есть, в чем суть? Вот, Он является спасителем для всех человеков, Бог является благодетелем для всех людей. Для всех встает солнце, для всех капает дождь, для всех растут деревья, каждый может там питаться, да, от того, что Бог сотворил, и что земля дает, как Божье творение. В этом смысле Он спаситель всех человеков. Но наипаче верных, то есть как раз для верных существует другой уровень спасения, да, или, ну, другое откровение спасения. Спасение души, спасение для вечности, спасение для Царства Божьего. Поэтому, ну, ни в коем случае мы, ну, не можем сделать вывод, что раз написано, что Бог спаситель всех человеков, то все спасутся, обязательно все спасутся, все люди спасутся. Нет. Да, Бог спаситель всех человеков, потенциально спастись могут все. Так же? Написано, что Бог возлюбил мир, то есть всех человеков, и послал сына, отдал сына своего единородного, дабы все спаслись. Нет. Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечно. То есть возлюбил мир, то есть всех человеков, но спасется кто? Всякий, кто верует в сына Божьего. Спасение для тех, кто примет Господа Иисуса Христа. Он говорит, проповедуй сие и учи. Вот это, по сути, видите, как он, апостол Павел связывает, да, учение о благочестии, да, или тайну благочестия, которую упомянул в 16 стихе 3 главы, как бы соединяет это с воплощением Христа, со спасением людей. Это все как бы вот вокруг тайны благочестия, потому что именно через познание тайны благочестия человек спасается. Именно через познание Христа, как воплощенного Бога, да, и искупление, его подвига искупления, человек спасается. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, доколе я не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Ну, Павел уже как бы конкретно повелевает какие-то вещи, да, все вот эти глаголы в последних стихах сказаны в повелительном наклонении. То есть делай это, делай это. Проповедуй, учи, будь образцом для верных, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради пребывающим в тебе дарованиям. О всем заботься, в всем пребывай. Вникай в себя и в учение. То есть, видите, 8 раз, как минимум 9 раз даже я насчитал, именно в повелительной форме он говорит, чем заниматься должен Тимофей. Вот это, по сути, и есть упражнение в благочестии. Упражняйся, да, он перед этим говорит, упражняйся в благочестии. Упражняйся, то есть, туда много чего входит. Вот я назвал поклонение, как один из основных корней, да, но еще вот входят какие-то другие моменты туда. Проповедуй сиею, учи. Никто никогда не пренебрегает юностью твоей. Это нужно было ободрить Тимофея, потому что в силу своего возраста он иногда встречал, вот, как быть, пренебрежение, да, со стороны старших. Но я с этим сталкивался, когда только начинал служение. У нас были вот такие более старшие братья, да, может быть, более опытные, казалось бы. А? Ну, и иногда вот как бы они как-то так относились, знаете, ну, типа, ну, что ты нам, 28-летний юноша, можешь рассказать мне, там, 40-50-летний, уже бывалому, да. Ну, иногда как бы возникали такие, ну, напряженность какая-то, но, слава Богу, как бы преодолевали мы это дело. И Павел, видимо, знал, что у Тимофея есть какой-то, может быть, ну, как робкость какая-то, да, в этом плане. В другом послании, помните, он ему пишет, что дал нам Бог духа небоязни, но силы, любви, целомудрия, то есть ободряет его, опять же, быть более уверенным, более смелым. И здесь, говорит, никто не пренебрегает юностью твоей. То есть ни у кого нет права пренебрегать служителям, даже если он младше. Если это помазанный служитель, избранный Богом, одобренный церковью, ни в коем случае нельзя пренебрегать служителям. Какого бы ни было он возраста. Даже если, вот, ну, я, например, мечтаю о том, чтобы, я уже как-то делился, да, мечтаю о том, чтобы наши уже молодежь наша, даже дети, выходили, делились, например, словом, делились, не знаю, каким-то вот откровением. Ну, через детей могут такие откровения приходить, вы даже не представляете. И вот именно почитать, уважать позицию, уважать, что это не просто там какой-то там юноша, да, стоит. А это человек, избранный Богом, через которого Бог говорит и действует. Поэтому он его ободряет. И чтобы, чтобы быть более уверенным, но будь образцом для верных. Павел в то же самое время призывает его быть образцом. Это, это придает служителю, наверное, больше всего авторитета, да. Даже если он молодой, но если он во всем ведет себя правильно, является образцом, то намного легче такого служителя воспринимать, да, и намного легче за ним следовать, ну, как бы слушать то, что он говорит. Будь образцом для верных в слове, то есть речь, какова моя речь, в житии, в жизни, как я там в семье себя веду, как я на работе себя веду, как у меня с соседями, какие у меня отношения, в любви, в любви к братьям, в любви к Богу, в духе, то есть в духовной жизни, как моя духовная жизнь протекает, в вере, насколько моя вера проявляется, насколько видны дела веры, да, в чистоте, то есть моральная чистота, сексуальная чистота, это очень важно, то есть вот это все становится видным, он говорит, будь образцом в этом, то есть ты, как служитель, должен быть образцом во всем этом, и доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, чтением, понятно, вот опять же, это один из корней, да, то, что мы говорили, то есть ты читаешь, просто писание читаешь, размышляешь над словом, какие-то делаешь выводы, откровения получаешь, ты читаешь, наставления, наставления, я не помню, там греческое слово, какое там стоит, по-моему, параклеси, 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 вот и слово параклес, да, Дух Святой, помните, назван параклес, утешитель, это значит, тот, кто рядом с тобой, параклес, да, тот, кто всегда рядом с тобой, параклеси, это значит, будь с кем, ну, будь присутствующим, будь рядом, наставляй, да, как бы, своим, даже просто примером, своим присутствием, и учением, до скале, учение, то есть, пребывай в учении, занимайся этим, не ради, а пребывающим в тебе даровании, то есть, не пренебрегай тем даром, который тебе дан, по пророчеству с возложением рук священства, мы чуть-чуть об этом говорили в первой главе, да, когда в 18 стихе, Павел там тоже говорит, преподаю тебе, сын мой, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, вот он говорит, что я тебе преподаю сообразно с бывшими о тебе пророчествами, то есть, в отношении Тимофея были определенные пророчества, возможно, это было пророчество о его призвании, о его служении, о его предназначении, и был дан какой-то дар, была молитва пресвитеров, я когда-то говорил, что не с возложением рук священства, а с возложением рук пресвитеров, пресвитеров, то есть старейшей церкви, и пророчества, вот оно соединено здесь, пророчество, возложение рук и дарование, дарование харизма здесь, харизма, это именно чаще всего используется, как духовный дар, духовное дарование, то есть, Павел говорит, напоминает ему, чтобы Тимофей не забывал о том, что у него есть определенный дар, и чтобы он этот дар употреблял, и где-то, по-моему, это во втором Тимофея, есть, в первой главе шестой стих, опять, ему Павел напоминает, по всей причине, напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, то есть, определенно, у Тимофея был, какой-то дар духовный, точно не знаем, может быть, это из списка даров, которые упоминаются в первом Коринфе на 12 главе, возможно, это было речевые дары, помните, есть там дары, которые относятся к речи, к словам, например, слово мудрости, слово знания, пророчества, это относится к речевым, или языки, истолкование языков, это все относилось к речевым дарам, то есть, это все в речи выражалось, возможно, у него были именно дары говорить, или слово мудрости, слово знания, пророчества, и поэтому Павел напоминает ему употреблять этот дар, не неродеть о нем, да, то есть, не пренебрегать этим даром, он очень важен, и он говорит, о всем заботься, всем пребывай, вот в чем, да, то, что он перечислил, упражняйся в благочестии, проповедуй, учи, будь образцом, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради о даровании, вот об этом заботься, в этом пребывай, смотрите, об этом заботься, в этом пребывай, опять же, все можно свести благочестию, то есть, пребывай в благочестии, упражняй себя в благочестии, почитай Бога, почитай ближних, и тогда твой успех будет для всех очевиден, то есть, сфокусируйся на пребывании, вот в этом, и твой успех будет очевиден для всех, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя, последний стих, вот этот, он может, можно его вместе сопоставить вот с первым псалмом, где написано, да, что блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит за бранием и разортикиваем, но в законе, Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, да, которое приносит плод, лист которого он мянит, и оно также сопоставляется с книгой Иисуса Навина, помните, книга Иисуса Навина, где Бог говорит, да не отходит сия книга закона отуствовать, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. То есть, вникай в себя и в учение. Опять, вникай в себя, мы как-то чуть-чуть зацепили эту тему, наверное, именно на воскресном разборе или когда-то. Вот что в себе, что я должен в себе там, некоторые говорят, вникай в себя, типа, надо в себе копаться, в себе ковыряться, там находить какие-то грехи, недостатки, там, да, какие-то вот пороки, не знаю, и вот, если ты будешь зациклен на этом, оно тебя приведет к депрессии. То есть, реально, ты можешь все найти в себе, много гадостей, много недостатков, и скажешь, вот такой человек, что-то может делать, вникай в себя. Помните, в другом месте есть во 2 Коринфянам 13 глава 5 стих, Павел говорит, испытывайте себя, самих себя исследуйте, верили вы, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. То есть, если я вникаю в себя, что я там должен найти? Христа. Он говорит, вот, испытывайте самих себя, для чего? Верили вы, самих себя исследуйте, для чего? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Вот, что я должен там найти в себе. И в учении, вникаю в себя, и в учение, опять, учение о благочестии, учение, евангельское учение, и учение о воплощении Христа. То есть, по сути, вникать в себя и в учение, занимаясь истия постоянно. В себя я нахожу Христа, в учении, можем даже сказать, в учении, пускай это будет написанное, написанное слово, то есть, я сопоставляю то, что написано, с тем, что я нахожусь в себе, и должно это все состыковаться. Правильно? И он говорит, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Опять, видите, слово спасешь. Спасешь. Опять, не в том смысле, что спасешь себя. Без Евангелия мы понимаем, что мы не спасемся. Без Христа, без жертвы, без его смерти и воскресения никто не может спастись. Поэтому, вникай, не вникай, если ты не веришь в Христа, ты не спасешься. Но тут имеется в виду, опять же, уже будучи спасенным, вникаешь в себя, вникаешь в учение, просто глубже и глубже ты укореняешься в спасении, утверждаешься в спасении. Филиппийцам, помните, 2 глава, 13 стих, Павел говорит, что Бог, он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Там есть такое выражение. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть, опять, что, получается, это, я должен достигнуть спасения? Нет, а там, в греческом оригинале видно, что катергазеты, по-моему, слово там есть, катергазеты, то есть, как бы, вырабатывайте или отрабатывайте, или, ну, как бы, практикуйте ваше спасение. Вот это, где говорится, совершайте свое, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть, практикуйте, практикуйте свое спасение. И здесь, то есть, ты вникаешь в себя, в учение, и ты больше и больше видишь себя в спасении, больше и больше ощущаешь это спасение, больше и больше переживаешь это спасение и тебе намного легче тогда передать другим суть этого спасения когда допустим человек например спасенный человек я верю что это счастливый человек радостный человек радуйтесь радуйтесь еще раз говорю радуйтесь он кстати пишет это из тюрьмы казалось бы обстоятельства не в его пользу радуйтесь он говорит я к чему говорю когда чтобы чтобы спасать кого-то ты сам должен быть спасен если если ты кого-то спасаешь с унылой мордой то тот кто тебя слушает скажет да не хочу такого спасения или когда ну знаете как как фанатик ты кричишь выходишь из себя беснуешься не знаю доказывая вроде бы доказывая правильные вещи что христос бог но готов загрызть каждого кто с тобой не согласится люди смотрят не такого спасения не хочу я такого бога не хочу то есть они опять же не всегда мы вот в своей вот этой ревности правильно передаем природу бога природу христа спасение когда ты спасаешься сам когда ты практикуешь спасения когда ты уверен спасения когда ты радуешься когда ты счастлив спасение своем где тебе намного легче когда кого то спасти на то есть привести кого-то к спасения потому что люди видят что ты счастливый с богом люди видят что ты радуешься в богу тогда и я хочу я хочу быть таким счастливым я хочу быть таким радостным на этом сегодня все сейчас будем разбор разбирать вопросы ответы